Мольба о справедливости. Псалтырь 57 глава с 1 по 12 стих. Начальнику хора Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду, говорите вы судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери, заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже! Сокруши зубы их, в устах их, разбей, Господи, челюсти львов. Да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежие и обгоревшие да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого, и скажет человек подлинно есть плод праведнику. И так есть Бог, судящий на земле. Размышления. Часть первая. Разоблачая несправедливость. Псалтырь 57 глава с 1 по 6 стих. Слова Давида в этом псалме очень созвучны бесчисленным жалобам современного общества о несправедливости. С первых же стихов Давид обличает нечестивых правителей, называет их людьми не боящимися Бога. Злодеяния, совершенные ими, происходят и сегодня. Чаще всего мы не замечаем окружающей коррупции, но только до тех пор, пока не столкнемся с ней лицом к лицу. В этом случае мы можем выбрать остаться равнодушными к происходящему, либо вовлечься в решение проблемы, действуя молитвенно и по Писанию. Когда вы сталкиваетесь с несправедливыми правителями, то какова ваша реакция? Равнодушие или призыв к справедливости? Молитесь, чтобы Божья справедливость восторжествовала и чтобы Бог совершил свою волю над такими правителями. Размышления, часть 2. «Бог будет судить нечестивых» Псалтырь, 57 глава, 7 по 12 стих. В этих стихах Давид молится о наказании своих врагов. У кого-то может возникнуть вопрос, разве может истинный христианин молиться такими словами? Здесь важно понимать, что Давид просит не о том, чтобы лично покарать врагов, а о том, чтобы Бог явил свой характер. Наш Бог справедлив. И наступит день, когда каждый человек будет отвечать за свои дела. А пока мы должны молиться, чтобы несправедливые правители покаялись в своих злодеяниях. Иисус плакал об Иерусалиме, но в то же время пророчествовал о суде над ним. Так и мы можем молиться о покаянии притеснителей и находить ободрение в том, что Божий суд в итоге совершится. За каких несправедливых лидеров вам нужно молиться? Молитесь, чтобы Бог обратил их сердца к покаянию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...